Шаблоны классов — это еще одно средство повторного использования кода на языке C++. Использование шаблонов предполагает применение в качестве базы для их создания классов или глобальных функций, являющихся элементами наших программ. При этом использование классов в этом контексте гораздо более распространено, более известно, поэтому включение проблематики шаблонов классов в тот блок нашего курса, который посвящен объектно-ориентированному программированию, более чем разумно. Однако сама техника программирования в шаблонах не является частью объектной модели языка C++ и подхода этого языка к воплощению объектно-ориентированной парадигмы проектирования и разработки программных систем. Та парадигма, которую реализует идея шаблонов — это парадигма обобщенного программирования. И вокруг этого, к сожалению, возникает одно серьезное заблуждение, которое подкрепляют многочисленные видеокурсы, учебники и университетские лекции. Заблуждение заключается в том, что между программированием в шаблонах и обобщенным программированием как таковым ставится знак равенства. От попадания в эту ловушку среди прочих своих читателей предупреждал автор библиотеки СТЛ, американский специалист, математик советского происхождения Александр Степанов. Давайте посмотрим, что же такое обобщенное программирование, а что такое программирование в шаблонах. С точки зрения теоретической информатики обобщенное программирование — это попытка найти наиболее общее или, иначе говоря, наиболее массовое решение для той задачи, прежде всего, алгоритмического характера, которая стоит перед программистом. Приведем простейший пример, который в своих работах также очень любит Александр Степанов. Пусть перед нами стоит задача отыскания максимума из двух чисел. Решать эту задачу можно отдельно для множества, а стало быть и для типа беззнаковых целых, то есть натуральных, знаковых целых, вещественных, или, иначе говоря, действительных чисел, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что более универсальным, более компактным и в то же время более робастным решением окажется написание такой функции максимума, которая будет принимать на вход любое число, точнее любую пару чисел, произвольного, даже не всегда одинакового, но сравнимого между собой и приводимого один к другому типа данных. Впрочем, реализация функций сравнения, основанная на работе только с вещественными или действительными числами, не является наиболее обобщенным или наиболее массовым решением. Действительно, математика, к примеру, знает о существовании комплексных чисел, которые в определенном смысле также могут сравниваться между собой. Выходя за пределы пространства сугубо числовых объектов, мы можем, к примеру, обнаружить строки, которые без труда упорядочиваются в прямом или обратном лексикографическом порядке. Последовательно расширяя пространство объектов, допускающих поиск максимума среди пары имеющихся значений, мы приходим к идее о том, что сравнивать между собой, а стало быть, находить максимальное значение из двух предоставленных можно среди широчайшего набора объектов. Достаточно определить для соответствующего типа объектов или класса, который их моделирует, операцию сравнения. Именно в таком подходе к решению задачи, основанном на отыскании наиболее массового решения, пригодного для самого широкого круга значений или объектов, и состоит парадигма обобщенного программирования. Заметим, что за время изложения нашего примера мы ни разу не упомянули о конкретных языковых конструкциях, не считая целочисленных и вещественных типов данных. Инструментом, который реализует парадигму обобщенного программирования в языке C++, среди прочих, являются шаблоны. Шаблоны классов не следует смешивать с шаблонами объектно-ориентированного проектирования, речь о которых пойдет далее в нашем курсе. Синтаксически шаблоны классов являются основой для построения конкретных типов данных, а на их основе в результате стандартного инстанцирования экземпляров конкретных объектов. Для описания и определения шаблонов классов в языке C++ используются специальные соглашения о параметрах. Современные диалекты языка C++ различают несколько видов параметров шаблонов. Среди них параметры типы, параметры константы и параметры шаблоны. Заметим, что в первую очередь мы говорим здесь о шаблонах классов. Однако большая часть сказанного справедлива также и для шаблонов методов и шаблонов глобальных функций. Параметры типы являются, пожалуй, наиболее известной и распространенной разновидностью параметров шаблонов классов в языке C++. По этой причине обратим свое внимание на две других категории параметров шаблонов, а именно параметры константы и шаблонные параметры шаблонов. Параметры константы характеризуются обязательным типом, причем варианты типов или те типы, которые разрешены к использованию в качестве типов параметров констант являются закрытым перечнем типов. Также параметры константы имеют необязательное значение по умолчанию и необязательное же имя. Аналогично тому, как комплект пустых квадратных скобок эквивалентен в языках C и C++ указателю на соответствующий тип, то же самое соглашение действует и для типов массивов, которые являются параметрами шаблонов. Схожее правило действует и в отношении функций. Типы функции, являющиеся параметрами шаблонов, эквивалентны указателям на эти же функции согласно стандартным правилам языков C и C++. Наконец, следует обратить внимание на шаблонные параметры шаблонов. Правила, касающиеся их определения в составе шаблонов, изменяются с переходом от диалектов C++ 11 и 14 к диалекту C++ 17. Изменения касаются используемого ключевого слова. Рассмотрим пару простых примеров. На данном слайде показан способ определения шаблона с параметрами, типами и параметрами значениями. Параметры типа и параметры значения вошли в язык раньше, чем параметры шаблоны и используются наиболее активно. Обратите внимание, что параметры типы могут определяться с использованием одного из двух ключевых слов, класс или type name в зависимости от предпочтений программиста или имеющихся в проекте соглашений об оформлении исходного кода. В большинстве случаев выбор остается за разработчиком и оба слова равновозможны и равнозначны. Второй пример более сложный и иллюстрирует работу как с параметрами типами, так и с параметрами шаблонами. Для начала рассмотрим шаблон Array. Шаблон Array является примером шаблона, параметризованного единственным типом, типом t, и может служить примером того, как обычно определяются контейнерные шаблоны, например, шаблон обычного массива. Тип t в данном случае выступает как тип элементов этого массива и применяется в соответствующем контексте как тип параметра функции размещения элемента в таком массиве или тип результата функции извлечения элемента из массива, полученного конкретизацией шаблона Array. Самое интересное начинается, когда шаблон Array становится параметром шаблона более высокого уровня обобщения. Перейдем к рассмотрению следующего шаблона — шаблона Map. Представим себе, что основная задача или ответственность шаблона Map — выступать в качестве ассоциативного массива, содержащего в своем составе набор ключей и значений, между которыми установлено определенное соответствие. Несущим контейнером для множества ключей и множества значений может быть один из ранее определенных контейнеров, например, список или массив. В последнем случае мы считаем, что для построения несущих контейнеров в составе ассоциативного массива мы можем воспользоваться массивом Array, который был определен нами ранее как шаблон с параметром типа t. В таком случае с точки зрения языка нам ничего не остается, кроме как определить шаблон Map как шаблон, параметризованный еще одним шаблоном Array. Шаблонные параметры, так же как параметры типы и параметры значения в языке C++ могут принимать значения по умолчанию. Такое значение по умолчанию мы и назначаем параметру Container шаблона Map. Обратите внимание на то, как это делается с точки зрения языка C++. Говоря о работе с функциями, мы все привыкли к понятиям фактический и формальный параметр. Формальный параметр только определяет место, в котором будет размещено какое-либо конкретное значение, именуемое нами по традиции фактическим параметром. Применительно к шаблонам классов и, разумеется, шаблонам глобальных функций, в языке C++ сложился аналогичный жаргон. То, что в мире функций мы называем фактическими параметрами, в мире шаблонов называется аргументами. То, что называется формальным параметром, именуется просто параметром, а слово формальный за ненадобностью опускается. Таким образом, условным обозначением места передачи какого-либо объекта выступает в шаблонах параметр. А тем самым конкретным типом, значением или шаблоном аргумент. На те значения, которые в языке C++03 и C++11 могут выступать как аргументы соответствующих параметров, шаблонов классов или шаблонов глобальных функций, накладываются достаточно строгие ограничения. Конкретнее говоря, разрешенными аргументами для замещения параметров значений в этих диалектах является арифметический тип указателей на объекты, указателей на члены класса, на функции и леводопустимые ссылки. В диалекте C++17 многие из ограничений, накладываемых сегодня на аргументы параметров значений, будут сняты. Другими словами, действующие ограничения будут более слабыми и в обобщенной форме представлены на текущем слайде. Между прочим, обратим внимание на тип NullPtrT, находящийся в пространстве имен STD. Этот тип соответствует типу константы NullPtr, записываемой начиная с диалекта C++11, как ключевое слово языка C++. Для того, чтобы проиллюстрировать богатство возможностей аргументов значений в языке C++17, рассмотрим несколько несложных примеров. Начнем с примера, в котором представлен шаблон с идентификатором альфа. Шаблон с идентификатором альфа требует в качестве аргумента указатель на константу целого типа. Попытка конкретизировать такой шаблон массивом R требует преобразования имени массива к соответствующему указателю. Эквивалентность массивов и указателей была наглядно продемонстрирована нами в самых первых частях нашего видеокурса. Такое преобразование, впрочем, долгое время было запрещено по отношению к аргументам значениям шаблонов. Однако, начиная с диалекта C++17, оно становится допустимым. Для конкретизации шаблонов γ и δ преобразование уже не требуется. Применительно к шаблону δ необходимо, впрочем, сделать одно небольшое замечание. Параметром этого шаблона является ссылка на массив целых. Массив, содержащий 42 элемента. Структурно, объект ссылка на массив из N элементов ничем не отличается от объекта указателя на массив из N элементов с поправкой на то, что речь идет не об указателе, а о ссылке. Хотя и тот, и другой инструмент является механизмом косвенной адресации объектов. Вместе с тем, в языке C++17 остаются конструкции, которые не могут использоваться в качестве аргументов значений при конкретизации шаблонов классов и шаблонов глобальных функций. Одним из ярких примеров такой конструкции является строковый литерал. Строковые литералы не могут использоваться для подстановки в параметры значения соответствующего типа указатель на k. Среди иных конструкций, которые нельзя использовать для подстановки в качестве аргументов значений, следует назвать отдельные элементы массивов, а также нестатические атрибуты классов и элементы структур. В то же время статические атрибуты и элементы могут использоваться в качестве соответствующих аргументов значений при конкретизации шаблонов. Наконец, ни в диалекте C++17, ни в более ранних диалектах языка C++, как аргументы значений не могут использоваться временные объекты. Особого внимания при изучении обобщенного программирования в глобальных функциях и классах требует рассмотрения вопросов о дружественных объектах. Действительно, отношение, выражаемое ключевым словом friend, может устанавливаться между шаблонами классов и шаблонами глобальных функций и различными объектами с другой стороны. Если на второй стороне этого отношения мы имеем обычную функцию или класс, то эта ситуация является более чем стандартной. Нюансы возникают тогда, когда с каждой стороны отношения мы наблюдаем шаблон класса или шаблон глобальной функции. Вопрос заключается в том, имеют ли два шаблона общие или различные списки параметров. Параметры соотносятся между собой в соответствии с их идентификаторами. В случае, если идентификаторы параметров одного шаблона образуют подножество или совпадают с набором имен параметров второго шаблона, можно говорить о связанности этих шаблонов. В противном случае шаблоны являются несвязанными и могут конкретизироваться произвольным образом. Связанные шаблоны являются своеобразным средством статической защиты кода от ошибок, которые могут возникать в связи с теми или иными причинами. В любом случае, внедрение механизмов статической защиты в исходный код повышает его качество. Поэтому в ситуациях, когда мы хотим защитить отношения, выражаемые квалификатором FRIEND, от злоупотреблений со стороны тех классов и тех функций, которые декларируют себя как дружественные, мы должны предпочитать связанные шаблоны. Еще один небезынтересный элемент языка C++, требующий внимания при рассмотрении шаблонов, это статические атрибуты шаблонов классов. Поскольку шаблон класса является всего лишь прототипом, моделью для построения настоящих классов в ходе конкретизации таких шаблонов, то очевидно, что каждая конкретизация шаблона класса порождает свой собственный статический атрибут этого класса. Чем больше конкретизаций у нашего шаблона, тем больше различных статических атрибутов мы наблюдаем в коде. Поскольку отдельную область видимости образует не шаблон класса, а класс как таковой, не безинтересно на данном слайде отметить, в какой конкретно строке и каком конкретно символе этой строки компилятор обнаруживает вход в соответствующую область видимости конкретизированного класса. Обращаясь к примеру класса Sample, нетрудно видеть, что смоделированный этим классом список и голова этого списка, инициализируемая пустым указателем, определяются так, как показано в нижней части этого слайда. В каком же месте компилятор обнаруживает вход в интересующую нас область видимости? Очевидно, это происходит там, где встречается операция 2 двоеточие. Выделенный участок от бинарной операции 2 двоеточие или разрешения области видимости до символа точка запятой является той частью кода, которая определена в и погружена в соответствующую область видимости. Все предшествующие части этого определения, а именно заголовок шаблона, тип стратического атрибута, а также сформированные из имени шаблона и имен параметров этого шаблона имя класса, строго говоря, в область видимости не входят. В отдельных случаях от формируемого путем конкретизации класса требуется, чтобы он был организован не так, как при стандартной конкретизации. В этом случае мы хотим оставить за собой право и иметь в самом языке программирования возможности реализации иного состава атрибутов класса, иного предка для конкретного класса, иной реализации методов и так далее. В этом случае на помощь может прийти так называемая специализация. Специализация в языке C++ действует как для глобальных функций, получаемых из шаблонов глобальных функций, классов, получаемых из шаблонов классов, а также членов этих классов. Представленный на текущем слайде пример иллюстрирует, как может быть специализирована отдельная функция класса. Пример, в котором такая специализация может оказаться востребованным, вообще говоря, лежит на поверхности. Достаточно вспомнить о том, как выполняется сравнение целых вещественных значений, символов, указателей, а как сравниваются строки. Действительно, при сравнении строк, например, представленных в оперативной памяти по правилам языка C, нас интересуют не адреса их размещения, которые в подавляющем большинстве случаев будут разными, а, собственно, символьное представление этих строк. В этом случае, моделируя строки классом, необходимо отказаться от применения стандартной операции сравнения на равенство или на неравенство и воспользоваться собственным или готовым решением, например, основанным на функции сравнения строк, входящей в состав стандартной библиотеки языка C. Такие примеры будут неоднократно встречаться нам в оставшейся части курса. Пока же обратим внимание на то, что специализация глобальных функций классов и их членов в языке C++ может быть полной или частичной. Рассмотрим небольшой пример. При полной специализации класса угловые скобки, следующие за ключевым словом template, освобождаются полностью. И напротив заполняются угловые скобки, следующие за именем самого шаблона. Для параметров типов указывается тот или иной конкретный тип. Для параметров значений указываются выражения, вычисление которых является событием времени компиляции. Выглядит это, например, таким образом. При частичной специализации класса часть параметров принимает конкретные значения или приобретает характер конкретных типов. В то же время часть параметров остаются в обобщенном виде и задаются соответствующими идентификаторами. Это, в свою очередь, выглядит, например, так. Подводя итог раздела, связанного с использованием шаблонов и техники программирования в них, нельзя не указать на одно из самых уязвимых мест этой техники. Чрезмерное увеличение использованием шаблонов способно привести к незаметному, но существенному увеличению объема объектного кода наших программ при сохранении относительно постоянного размера исходной кодовой базы. Этот феномен, известный как раздувание кода или CodeBloat, является, пожалуй, самым сильным аргументом в арсенале противников программирования в шаблонах. В то же время с архитектурной точки зрения и с позиции поддержания структурного качества исходного кода, использование шаблонов для целей обобщенного программирования является еще одним высокоэффективным инструментом повторного использования объектно-ориентированного кода наряду с наследованием классов и композицией или агрегацией объектов. Правильное использование такого эффективного инструмента – это, на наш взгляд, вопрос практики, к которой мы и призываем наших уважаемых зрителей.